Здравствуйте! Представьтесь для наших зрителей. Здравствуйте! Меня зовут Марина Слободяненко. Я психолог-сексолог. Узкую свою специализацию выбрала лет 6 назад и с тех пор усиленно работаю в этом направлении. Марина, давайте начнем с самого основного. Почему и когда возникает сексуальная скука? Вы знаете, я сейчас подумала, что когда мы создаем пару, мы хотим безопасных, длительных, надежных отношений. А сексуальный интерес подогревается совсем другим. Новизной, путешествиями, риском, волнением. Они как-то совершенно несовместимы. Поэтому сексуальная скука образуется как раз в парах, которые длительно живут вместе. Это может быть год и более. В чем она проявляется? Первый слоночек. Я думаю, вы можете понять, что она начинает появляться в вашей жизни. Это когда секс происходит нерегулярно и потому что надо. Следующее, это когда партнеры перестают друг другу хотеть делать то, что им наиболее приятно. И муж, например, говорит, ну так мы же парней это назад делай. Следующий, это когда есть такая схема, по которой люди идут. И да, это хорошо, они знают точки, на которые нажать, но это все так, рутинно. Это приятно, но рутинно, когда мы идем в секс для того, чтобы просто получить удовольствие. Как бороться с сексуальной скукой и надо ли? Я думаю, можно сравнить секс со шведским столом. Когда вы приехали в Египет и ходите все время и выбираете одно и то же блюдо. Вот такой определенной последовательности. Это приятно, вкусно, но через 5 дней вам точно надо есть. И тогда вы, конечно же, ведете новый порядок. Я думаю, что с сексом то же самое. Если мы не будем вводить новый порядок, нам просто надо есть. И вкусно, и будет невкусно. Хорошо, понятно, что нужно. А как это сделать? Ну, наверное, первое, что нужно сказать, что нужно работать над своей сексуальной жизнью. Так и как над людьми отношениями. Это как здоровье. Когда мы будем за ним следить, однозначно, оно не будет тем же, что и в молодости. Со временем мы должны что-то делать для того, чтобы быть здоровее. И тогда как это нужно сделать? Нужно ввести, я вначале говорила о том, что нас привлекает, что нас возбуждает, новизна. Новизну. Посмотреть на партнера другими глазами. Чужими даже глазами. И вы почувствуете, как возвращается что-то в вашу сексуальность. А чужими глазами это как? А я скажу. Когда мы против ревности в отношениях, я против патологической ревности. Но я за ревность, когда мы собираемся в компаниях, и мы видим нашего партнера, который в центре внимания, на которого обращают внимание. Он интересный, глаза светятся. Девушки смотрят на него с удовольствием. И мы понимаем, вот тогда мы смотрим на нашего партнера чужими глазами. И тогда появляется ощущение новизны. Я как-то на него по-другому посмотрела. Еще интересно взглянуть на своего партнера на работе. Там совсем другое поведение. Там он более уверен. Там он нужный человек. Там все смотрят на него и называют по имени и отчеству. И это тоже может как-то разогреть отношения. Также вы по-новому можете проявиться в путешествиях. Там, где есть сложности. Это не те путешествия, где нам приятно и комфортно. Мы сели и поехали. А, например, мы пошли вместе в горы. Мы живем в палаточном городке. И тогда нужно проявить смекалку. И тогда нужно со сложностями какими-то бороться. И тогда нужно где-то спасать партнера или партнершу. Пережитые вот эти вместе волнения, они сближают однозначно. И в этом вся новизна. Марина, а что произойдет, если сексуальные отношения пустить на самотек? Как мы уже говорили, появится сексуальная скука. И как говорил мой учитель Александр Полеев, впоследствии это будет целая пустыня. И, конечно же, тут уже будет сложнее наладить отношения. А может быть и совсем невозможно. Мы понимаем, чем это обычно заканчивается. Кто-то из партнеров ищет новизну где-то в другом месте. Не все так примитивно, но примерно вот так получится. Вы услышали, как ведут себя пары, которые не вводят ничего интересного в сексуальную жизнь. А как ведут себя пары, которые вводят сексуальное разнообразие? Я думаю, они чувствуют себя друг с другом намного ближе. Потому что секс это не только какие-то ощущения, удовольствие, разрядка. Это в том числе и близость. Ощущение, что мы близки, что мы привлекательны друг для друга. Что я нужен, да, или я нужна. Я думаю, эти пары, конечно, чувствуют себя намного лучше. Если мы разбираем разнообразие сексуальной жизни, то с чего нужно вычать? Я думаю, так. Мы можем приурочить это к новому году или к Рождеству. И делать это каждый раз. Такие упражнения, которые расширяют наш взгляд на потребности нашего партнера, на ожидания нашего партнера. Это упражнение называется условия хорошего секса. Каждый пишет его самостоятельно, раздельно. И потом предлагает партнеру свой список. В список должны входить психологические возбудители и телесные возбудители. То есть, что меня возбуждает психологически, что меня возбуждает телесно. Самое основное, когда мы будем предъявлять друг другу этот список, отнестись к этому как можно более лояльно, без критики. Можно задавать уточняющие вопросы. И говорить о том, что, да, с этим я согласен, пойду тебе на встречу. Вообще, это очень круто и интересно. Это к этому еще не готов. Ну, давай подождем. Марина, а как вы относитесь к сексуальным играм? Конечно, положительно. Сексуальные игры уже существуют более 2,5 тысяч лет. И в сексуальных играх мы как раз получаем вот ту новизну, того условно нового партнера, с новыми сексуальными привычками, раз. И второе, мы можем реализовать какие-то свои сексуальные фантазии, которые не позволяем себе реализовать в обычном сексе. А какие именно ролевые игры вы бы предложили нашим подписчикам? Первая и самая лучшая игра – это игра в любовниках. Сексологи всего мира признают ее 100% выигрышной игрой. Потому что каждый из нас, скорее всего, когда-нибудь фантазировал на эту тему. Самое главное – обязательно выдержать все условия. То есть это скрытый секс, осуждаемый секс, быстрый. Допустим, в следующий раз мы встретимся только через 2 недели. За это время, за 1,5-2 часа, мы должны выложиться на все 100%. Вы снимаете гостиницу, выберете ключи у своих родственников или знакомых. Главное, чтобы это не было дома. Никакого любовника дома мы не ждали. Марина, наши подписчики задают нам вопросы. Пишет одна девушка. Я боюсь сказать своему парню, что нам нужна смазка. Очень поднимаю ее. Скорее всего, она опасается того, что он подумает, что он ее недостаточно возбуждает. И, скорее всего, вопрос состоит в том, что как же сказать ему, чтобы он не обиделся. Я думаю, можно заинтересовать его таким образом, что есть смазки, которые продлевают баллак, продлевают удовольствие обоюдное. И, может быть, это заинтересует его. Еще один подписчик задает вопрос. Относится ли к разнообразию секс втроем? Любимая тема моего учителя Александра Полеева. Он пропагандирует реализм, он пропагандирует свингерство. Говорит о том, что доходит пара до такой степени охлаждения в отношениях, что нужно что-то придумать такое уже сверхъестественное, так сказать. Хотя, конечно же, это не сверхъестественное. Это реализм. Наверное, да. Он освежает отношения. Другое дело. Мы же можем фантазировать, но наши фантазии не всегда связаны с нашей реальностью. Если представить наши фантазии, что они свершились наконец, мы понимаем, что, скорее всего, там включится много других эмоций. Поэтому, может быть, фантазии пусть останутся только фантазии. Марина, большое спасибо. Сегодня мы раскрыли много вопросов. Скажите, пожалуйста, что-то нашим подписчикам. Дорогие подписчики, задавайте ваши вопросы. Даже самые-самые неожиданные. Я на них всегда отвечу.